Кто был главным нарушителем антимонопольного законодательства в прошлом году? Оправдал ли себе новый закон о госзакупках? Об этом и многом другом расскажет гость нашей студии, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Спричагов Геннадий Степанович. Геннадий Степанович, здравствуйте. Добрый день. На днях Ваша служба подвела итоги прошедшего года. Чем отличается 2014 год от предыдущих лет? И чаще ли стали обращаться к Вам ульяновцы? Вы знаете, я думаю, по сложности тех дел, которые мы рассматривали, по актуальности этих дел, наверное, отличие небольшое. А вот если взять по количеству заявлений и жалоб, то прошедший 2014 год отличается. И в первую очередь отличается в плане, связанном с нарушениями нашего основного закона о защите конкуренции. Если в 2013 году к нам поступило порядка 220 жалоб, то в 2014 году 540 жалоб. То есть в 2,2 раза больше. Мы сейчас анализируем, потому что цифра совершенно новая. Мы анализируем и для себя, и для центрального аппарата ФАС вот эту ситуацию, чтобы понять, чем это вызвано. Я думаю, в течение недели мы все-таки поймем, разберемся. С одной стороны, это хорошо. То, что обращается к Вам. С одной стороны, это хорошо, да. Это говорит о том, что люди не боятся обращаться в органы власти. И доверяют Вам. Во-вторых, правы, что люди доверяют, и хозяйственный субъект организации доверяет в том, что наши специалисты рассмотрят это быстро, законно, на законных основаниях. И действительно, к этому предпосылки есть, потому что все дела по нарушениям антимонопольного законодательства рассматривает у нас комиссия в составе трех человек. Даже судья принимает решение один. Посмотрите, хоть хозяйственные споры, хоть уголовные дела. В антимонопольных органах комиссия из трех человек сразу. Любое дело абсолютно. Связано ли это незначение дела с СМС, или это связано с большим нарушением какого-то монополиста, неважно. Три человека. Вот с этой стороны плюсы. Минусы какие? Конечно, как всегда, часть жалоб и заявлений необоснована. Но это не снижает наши трудозатраты. Люди работают, люди иногда запрашивают большой объем информации, потом анализируют эту информацию, делают новые запросы. И когда получают, что решения, что нарушений нет, мы должны еще и заявителям написать. И вот здесь, конечно, не особо есть хорошо, так как людей очень мало. Федеральная антимонопольная служба – это самая маленькая сегодня федеральная служба из всех существующих в России. На всю Россию около трех тысяч человек. А у вас сколько? Всего. Для сравнения налоговая 200 тысяч человек, да, служба. 3 тысячи, 200 тысяч, вот когда сравнение, да. У нас всего 30 человек, когда говорят, вот ФАС куда-то смотрит, куда-то смотрит. ФАС смотрит туда, куда надо, решает все вопросы. Более того, я всегда с удушевлением говорю о том, что проценты выигранных наших дел, нашими специалистами, нашими сотрудниками в судах и общей юрисдикции в арбитражных судах составляют свыше 90%. То есть, значит, суды подтверждают абсолютную законность и правильность решений, которые принимают специалисты управления Федеральной антимонопольной службы. Я знаю, что и в других регионах, и в нашем регионе некоторые федеральные службы имеют такой процент – 50-60%. Поэтому по этому показателю мы уходим впереди и других федеральных служб, и среди федеральных наших управлений ФАС России по другим территориям. А, кстати, у вас, наверное, проверки и плановые, и внеплановые бывают, да? Да. А плановых вы предупреждаете? Да, естественно, это касается всех органов власти. И плановая проверка, так же, как и другие федеральные органы власти, мы вывешиваем на своем сайте. Это есть на сайте Генеральной прокуратуры, все это могу посмотреть. Но внеплановые, конечно. Вот в 294-м законе федеральном, где оговариваются права юридических лиц во время проведения проверок, что все проверки должны согласовываться с органами прокуратуры, во время внеплановых проверок в части антимонопольного законодательства мы ни с кем не согласовываем. То есть нам разрешено проверять монополистов без согласования с органами прокуратуры. То есть прямо по обращению вы идете уже, да? Ну, во-первых, мы, нет, не суд, и мы редко ходим. Мы, в первую очередь, запрашиваем всю документацию. Так как мы знаем, что любое дело, любое наше решение монополисты будут отыгрывать в судебном заседании, мы сразу запрашиваем документы. Потому что любая база доказательств в суде, это, прежде всего, документы. Переписка, приказы, договоры, акты и так далее. Вот мы запрашиваем эти документы. Раньше, лет пять назад, не всегда вовремя получали такие документы, но после изменений в КАП, когда законодательство и наши депутаты Государственной Думы внесли поправки о том, что за непредставление в наш адрес документов и материалов в обозначенный срок мы можем накладывать штрафные санкции на юридический лист до 500 тысяч рублей. Сейчас все изменилось, то есть нам вовремя все поставляют. Но мы тоже не удовлетворяем правом, мы всегда, никогда не давали 2-3 дня, мы всегда даем или неделю, или две недели на представление этих документов. Но, по сути дела, сложности в этом тоже нет. Сделать ксерокс и привести к нам. Но, тем не менее, мы для себя правила взяли вот такое. Чем еще отличается этот год? Возвращаясь к вопросу. В прошлый год, конечно, нас завалили жалобами по СМС-сообщениям. Кстати, много было еще. И многие средства массовой информации нам задавали опросы, мы говорили на пресс-конференциях. Действительно, проблема была большая. Так как у нас существуют нормативы регламента рассмотрения любых заявлений, не больше месяца, да. А здесь были нарисованы такие интересные картины во время разбирательства, что, допустим, многие телефоны, с которых делались СМС-рассылки, делались, и вообще некоторые были зарегистрированы в Владивостоке, в Хабаровске. И передавая эти сведения в наши региональные структуры, в другие субъекты федерации, результат был отрицательный. Многие телефоны были зарегистрированы, допустим, на людей, которые ушли из жизни, допустим, год, два года назад. Вы понимаете? То есть рекламные компании, которые занимались СМС-рассылками, они, по сути дела, подготовились к тому, чтобы их не нашли. И действительно, даже реклама тех товаров, магазинов, которые присутствуют у нас, допустим, в Ульяновской области, во время проверки мы не обнаруживали договора на СМС-рассылки. Поэтому доказательств письменных никаких не было, что какая-то фирма поручила какой-то рекламной фирме из Владивостока рекламировать их услуги на территории Ульяновской области. Естественно, такой бумаги нет. И тем не менее, все-таки нам в нескольких случаях, там, условно говоря, если жалоб было около 140-150 в наш адрес пришедших, порядка 10 мы все-таки смогли найти рекламу распространителей, доказать в судах их виновность и наказать. Правда, были, я помню, одна автошкола не судилась с нами, порядка 30 тысяч они заплатили, штрафы небольшие. Но дело ведь не в этом. Нужно искать первую причину и убирать глобальную причину всех нарушений и вот этой нездоровой ситуации в СМС-сообщениях. — Ну это, наверное, по всей стране такая ситуация. — Да, конечно. И ФАС нашло и предложило тогда операторам связи, и Министерству связи внести технические регламенты, которые бы запрещали такие СМС-рассылки без согласия вот непосредственно владельца сотового телефона. И вот эти поэтапные изменения вносятся в закон о связи, к которому, конечно, наша служба не имеет никакого отношения, и это правильно. И вот уже в этом году мы можем констатировать, что в январе количество намного уменьшилось этих заявлений в наш адрес. Но я по своему телефону вижу, что стало меньше этих рассылок. — Вам тоже присылают. — Конечно, конечно. — Можете составить топ-3 из дел у ФАС за 2014 год? И кто стал главным нарушителем антимонопольного законодательства? Самое громкое дело. — Вы знаете, я, может быть, и выделил бы, да, но если спросить нашего специалиста любого, да, получится, что у всех разные будут в кавычках победители или этого черного рейтинга, допустим, да. — Как Вы считаете? — Вот по сложности было очень интересное дело, которое мы выиграли у федеральной сетевой компании. Это на рынке электроэнергии, это крупнейшая компания, офис в Москве. И самое интересное, что жалобу на ФСК, на федеральную сетевую компанию, подал другой монополист, наш Ульянский, Ульянская Нерго. Поэтому вот здесь вот для меня интересный факт, что наши иногда монополисты обижаются, что вот ФАЗ за нами пристально смотрит, штрафует, да, там и вот Ульянская Нерго, и Волжская ТГК, и Ульгэс. А в данном случае сам монополист пришел к нам искать защиту от большего монополиста, от более масштабного монополиста, да, от федеральной сетевой компании. И мы смогли доказать и в суде первой инстанции, и в апелляционном суде, что федеральная сетевая компания нарушила законодательство антимонопольное. И буквально вот свежие данные, арбитражный суд Павловского округа в Казани два дня назад полностью подтвердил наши решения, их законность, наших решений, о том, что федеральная сетевая компания нарушитель антимонопольного законодательства. Сейчас мы будем вводить штрафные санкции, то есть там все по формуле, по регламенту, то есть здесь никаких субъективных показателей у нас нет. И это очень здорово и правильно, я думаю, наша служба вообще в этой точке зрения обогнала многие федеральные структуры в плане того, чтобы уйти от субъективизма, человеческого фактора. Там четко привязано к балансу, там четко все привязано к фактам нарушения, и поэтому субъективности при внесении крупных штрафных санкций в нашей службе, их нет. Это самое громкое дело, да? А еще два назовите. Ну, одно из них Ульгэс, Ульгэс, вот, допустим, вот, тоже буквально три дня назад мы получили, выиграли и первую инстанцию, и вторую инстанцию, значит, и вот в январе Кассационный суд в Казани также подтвердил нашу правоту о том, что Ульгэс является нарушителем в статье 10 закон о защите конкуренции. И в чем нарушалось? Одной из организаций Ульгэс выставила необоснованное совершенно требование о замене приборов учета. Вот, к нам обратились, но здесь явное было нарушение злоупотребление доминирующим положением, мы вынесли предписание и возбудили дело об административном правонарушении. Дело очень важное, потому что это касается возможных нарушений и в отношении других, всех хозяйственных субъектов, а их очень много в Ульганске, да, в самом, вот, и поэтому штрафные санкции были довольно большие, 6 миллионов рублей. Но, если смотреть по регламенту и по форме, о чем я говорил перед этим, то мы наложили минимальный штраф, то есть 6 миллионов это минимальный штраф был. Мы могли, конечно, больше и могли вообще максимально, я не буду говорить, какие цифры, да, постараться, но перспектива судебных разбирательств, конечно, могла привести все равно к снижению. Поэтому мы наложили совершенно обоснованный и законный штраф 6 миллионов. Иногда журналисты говорят, ну, по сравнению с другими вот территориями вы накладываете вот не очень большие штрафные санкции. Ну, я всегда отвечаю так, ну, наверное, можно было постараться и поставить цифры другие, и формула получилась, допустим, на 80 миллионов. А потом проиграть в суде? Для чего? Поэтому стараемся близко быть к реальности, и специалисты всегда, как говорится, настроены на положительный результат конечный. Для нас любой конечный результат – это решение суда в нашу пользу, да, изыскание штрафных санкций, допустим. Но опять-таки говорю, штрафные санкции для нас не показатель. Вот если говорить об авторитете антимонопольных органов по территориям, он не выражается в этом. Он выражается в том, исполняется его предписание или нет. Вот, допустим, у нас по госзакупкам 100% исполняются предписания уже третий год подряд. То есть любая бумага, которая у нас уходит в федеральные органы, в правительство, в адрес министерства и ведомств, в адрес муниципальных образований и глав администраций, если мы говорим, ребята, вы здесь нарушили, нужно исправить. Вот раньше не все это делали, да. Сейчас три года подряд у нас 100% исполняемость наших предписаний. И это важнее любых штрафных санкций. Потому что, ну что такое штрафные санкции? Нарушили, взыскали, даже на основу лица 20-30 тысяч, и что? А ущерб для экономики большой. Ущерб для развития конкуренции большой. Ущерб для имиджа власти тоже большой. А когда мы предотвращаем нарушения или изменяем в сторону законного решения, это намного лучше. Это говорит и о правильном пути, это позволяет бизнесу доверять власти любой, и федеральной, и муниципальной, и региональной. И в любом случае это создает здоровую соревновательную среду среди бизнеса. — Ну а вообще много предписаний, которые не сразу исполняются? И в каких случаях? — Нет, нет. Вот любое предписание содержит временные сроки. Вот я говорю, по закупкам 100%. Вот за 2014 год, за 2013, 2012 они исполнялись. То есть своевременно, в срок и в полном объеме. Абсолютно. — Вопрос в другом. Может быть, вы имеете в виду некоторые необоснованные жалобы поступают? Вот это да, это бывает. Я уже говорил о том, что не все жалобы подтверждаются в ходе нашего расследования, в ходе нашего разбирательства. Но тем не менее мы же не можем запретить организациями писать жалобы в наш адрес. Иногда, конечно, касается это и не наших функций, и не наших полномочий абсолютно. Вот. Ну, трудозатраты есть. Уходит время, к сожалению, вот на эти тоже отрицательные результаты. Но тем не менее мы всегда благодарны, когда приходят заявления, приходят жалобы. Потому что имея на руках вот такую информацию, нам легче работать в судах, легче бороться с монополистами в судах. Потому что без заявлений это тяжелее намного. Потому что судьи всегда спрашивают, а кто кого ущемил, чьи интересы нарушены, что там фас вы тут придумали, с потолка что-то взяли. А когда есть заявление, мы всегда говорим, вот, есть заявитель, его интересы нарушены, поэтому он обратился к нам и так далее, и так далее. Поэтому мы приветствуем в любом случае продолжение той деятельности, которую делают наши организации на территории Ливианской области. Если есть нарушения стороны органов власти, если есть нарушения стороны монополистов, я повторяю, антимонопольного законодательства, то мы всегда готовы рассмотреть и проанализировать эти документы глубоко. Единственное, что, конечно, к нам в силу того, что аббревиатуру фас все чаще и чаще в средствах массовой информации и так далее. И большинство, конечно, людей совершенно не информированы о том, о функциях и полномочиях фас. Тоже связано с ценами на продукты. Почему-то сейчас вот почти любого, наверное, на улице спроси, кто виноват в повышении цен, наверняка могут ответить. Там правительство, фас, даже прокуратуру могут назвать. Потому что сейчас вот по телевидению показывают наши совместные проверки по заданию генпрокуратуры идут, да, значит, где участвуют сотрудники территориальных органов прокуратуры, Роспотребнадзора, фас, значит, региональных министерств сельскохозяйства и так далее. Но я пользуюсь случаем, еще раз говорю. Нас интересует только нарушение антимонопольного законодательства, полномочия фас только в этом. Вот если торговые сети не пускают на свои прилавки местных производителей, а других пускают, это наш вопрос. Это вопрос федеральной антимонопольной службы. Если, условно, магнит пришел в какой-то район, в Барышский, и хочет построить пять магазинов своих, это наш вопрос. Мы будем разбираться, разрешить им там строить или нет. Потому что их доля тогда на рынке может составить не 15%, а 40-50%. А в законе о торговле четко сказано, если сеть торговая становится по объему выручки больше 25%, то новые магазины, расширение своей деятельности, они должны согласовывать с федеральной антимонопольной службой. Больше полномочий и фас в области торговой деятельности нет. И вообще и население, и должностные лица, и средства массовой информации должны это четко понимать, абсолютно. У нас розничная торговля это конкурентный рынок, самый конкурентный рынок, это самый сравновательный рынок. В области свыше 2,5 тысяч магазинов розничной торговли. И ни одного монополиста нет. Но почему-то пишут, а вот фас цены. А причем тут фасы цены? Любой завтра частный предприниматель, кому прилежит два магазина, у него ничем не ограничена норма выручки. Он может сахар продать за 50 рублей, а может за 500. Нет сегодня в нашем государстве ограничительных мер для этого. Но захотел, он поставил. Вот если на лекарства есть барьер, то есть правительство Российской Федерации установило барьер, что, допустим, социально значимые лекарства нельзя повышать торговым сетям и аптекам, допустим, больше, чем на 20%. Вот здесь вы можете проверить. И мы, и прокуратура, и Росздравнадзор есть. Есть специальные федеральные структуры, которые смотрят и лекарства, и больницы, и все прочее. А в данном случае инструмент один, вот сегодня в действующем законодательстве для того, чтобы удержать цены и наказать кого-то. И это инструмент у правительства Российской Федерации. Этот инструмент заключается в следующем. Если вдруг в каком-то регионе цена в течение месяца на какой-то продукт поднялась больше 30%, то правительство России может заморозить цену на этот продукт на 90 дней. Все. Все. Больше других инструментов ни у кого нет по повышению цен. Все остальное экономические причины. Экономические причины, субъективные причины. Но они не относятся к нарушениям антимонопольного законодательства. Единственное исключение, если был сговор. Ну, допустим, силия. Сговоры часто стали. Это в газетах часто. Это в газетах часто. А доказать сговоры? Вы покажите, пусть я сегодня в пресс-конференцию проводил с Чепухиным, с министром сельского хозяйства. А покажите, где реальные сговоры доказаны. Вот 4 года назад, во время засухи, очень много нашими коллегами было возбуждено дел о возможных сговорах на продовольственных рынках. Ничего в судах не было доказано. Абсолютно. Я вам совершенно честно могу сказать, если постараться, мы сейчас тоже можем возбудить несколько дел по сахару, по капусте, по молоку, по гречке сказать, сговор. Но я вот уверяю, через 3 месяца мы придем к выводу, или мы закроем это дело, или те организации, которые мы повлечем к этому делу, выиграют у нас в суде. У нас нет доказательств никаких абсолютно на сговоре. Потому что в торговых сетях сегодня в Ульяновской области сахар вообще не ульяновский. Он из других регионов. И, начиная дело, мы должны передать это дело в другие субъекты. Вот сейчас ФАС занимается тремя большими проблемами. Молоком, сахаром и мукой. И вот сегодня буквально прошло совещание ФАС России в Москве, по которым данные совершенно очевидны. В стране и гречки больше, чем нужно, и сахара больше, чем нужно, и зерна больше, чем нужно, и муки больше, чем нужно. И никаких сговоров пока не доказано. Возбуждено свыше 100 дел, в целом по России, о возможных нарушениях антимонопольного законодательства. Но к этому относится, я еще раз представляю, то, что в начале передачи. Вот если, допустим, Ашан условно, у кого-то берет в регионе, в Чувашии, в Татарстане, как у себя, морковь, допустим, да, и отдает деньги за эту морковь через месяц. А у наших производителей, допустим, берет и отдает через два месяца, то здесь есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Но это не связано с ценами. То есть цены, вот рост цен и то, что происходит сегодня, практика показывает, там нет нарушения антимонопольного законодательства. Вы понимаете? А теперь представьте другое. Вот некоторые газеты пишут, монополисты подняли цены. Какие монополисты? Сегодня в Ульяновской области ни одна розничная сеть не имеет даже 8% на рынке. А по закону о торговле монополистам в торговой области, в торговой сфере является предприятие, имеющее свыше 25% на рынке. У нас нет в Ульяновской области предприятий розничной торговли, которые являются монополистами. Зачем газеты пишут об этом? Ну пусть пишут про Россию, может быть. Но и в России ни Магнит, ни Ашан не занимает 25%. Я же вот его назвал. Свыше 2,5 тысячи магазинов. Какой сговор? То есть 2,5 тысячи собственников собрались где-то в лесу в майне и подписали какие-то документы и решили поднять цены на сахар или муку. Абсурд. Ну нет этого. А почему так происходит? По всей стране растет цена на гречку. Что это? Это не сговор? Это совершенно экономические причины. Люди, которые выяснили эту гречку, хотят получить максимум денег за нее. Почему? Потому что впереди весна. Нужно будет сажать. Нужно покупать запчасти для сельхозтехники. Часто она импортная. Запчасти какие теперь будут? В два раза дороже для сельхозпроизводителей. А где они возьмут деньги? В банки? В 2014 году эти деньги в банке стоили для них 15%. А сейчас 28%. Вы понимаете, что происходит? Он вынужден, чтобы не обанкротиться весной, он вынужден сегодня в силу экономических условий поднять цену и на гречку, и на молоко, и на сыр, и на что угодно. Иначе он будет банкротом весной. Он вообще ничего не посадит. Почему-то об этом никто не говорит. Или не пишут. Говорить говорят, но не пишут. А ведь так и есть. Это объективные, это объективные экономические условия. И Медведев на встрече с Артемиевым при разговоре это признал. Он же сказал, что сегодня в стране в основном объективные экономические условия для роста цен на продукты питания. Вопрос в другом. Он попросил ФАС все-таки посмотреть глубже. Может, все-таки сговоры где-то есть на каких-то рынках. То есть поглубже покопать и посмотреть. И второе, он же не приказал, он призвал к торговым сетям и к сельхозпроизводителям уменьшить аппетиты. Он говорит, ну вы делайте 10-20% прибыли, но не надо 500%. Вы понимаете? Потому что у нас и у правительства, и Российской Федерации, и региона нет другого пути. Или вернуться в старую плановую экономику, когда, условно говоря, та же гречка стоила 30 копеек от Сахалина до Калининграда. И все нормативно поставить, все продукты питания. Тогда могут появиться талоны, тогда дефицит может возникнуть. Возникнет черный рынок. Мы это проходили же. Если сейчас вот сделать, сказать, все, гречка вот на весь 15-й год 35 рублей, условно, по всей стране. Может возникнуть искусственный дефицит. И об этом вице-премьер Доваркович, отчитываясь в Государственной Думе, прямо сказал депутатам. Давайте определимся. Мы что будем делать? Мы чего хотим? То есть не все однозначно. Но я придерживаюсь точки зрения, что и федеральные органы власти, и федеральная темнопольная служба, и местное и региональное правительство в этой ситуации должны делать максимум возможного для исправления ситуации. Но лично моя точка зрения, надо было ее исправлять уже в 2006 году, до кризиса 2008, когда было много денег. Надо было делать сельхозпереработку, обрабатывающую промышленность раскручивать. Вся упаковка, по сути дела, приходит из-за границы. Почему? Почему у нас нет заводов по производству упаковки для лекарств, для лекарственных средств? Почему нет упаковки для сельхозпродукции? Завозим. Сегодня на пресс-конференции от министра сельскохозяйства узнали. У нас семена подсолнечника в Ульяновской области привозят из-за границы. Семена свеклы. Вы понимаете? Потому что если сажать наши семена, урожайность в два раза меньше. А мы говорим, почему все растет? Я вот это даже не знал, что семена под солнечником привозим из-за рубежа. Потому что наши семена дают 10% урожайности. А заграничные семена приводят к урожайности в 30 гектаров, в три раза больше. Конечно, фермер купит дороже, пусть, но чтобы 30 центов из гектара было урожай. Очень много проблем. Но бывает иногда. У нас у средств массовой информации и даже у некоторых должностных лиц присутствует такое. Кто-то виноват. Но кто-то один. Или две структуры какие-то там федеральные. Или вот правительство Ульяновской области. А может вот министерство сельскохозяйства Ульяновской области. Да не может регион никакой выжить один. Не может. Не может он в кавычках, грубо говоря, построить коммунизм в отдельной взятой стране. Ну не может. История это уже показала. Так и Ульянский регион не может быть лучше, чем другие в этой ситуации. О чем сегодня тоже было доказано на пресс-конференции. По всем ценам мы занимаем средние положения в Привозском федеральном округе. У нас средние цены на все. Ниже, чем у многих. Да, работать надо. Нужно делать. Но без крупных макроэкономических сдвигов, без крупных решений на уровне страны мы ситуацию не поменяем. Немало нарушений и в области госзакупок. Меня вообще удивляет. Вот был 94-й закон. Ругали, нарушали его. В том году заработал 44-й закон. И снова нарушения пошли. Вот что изменилось при появлении нового закона? Вы знаете, вот две точки зрения было в стране при принятии нового закона. Была точка зрения оставить 94-й, к которому все привыкли. Уже есть практика и судебные, и суды привыкли, и контролирующие органы привыкли, и участники торгов привыкли, и заказчики. Все привыкли к этому 94-му закону. И три структуры это предлагали. Федеральная антимонопольная служба, Генпрокуратура и Министерство финансов. Оставить так, как есть, с небольшими добавлениями. Добавить что-то в этот закон, поменять что-то и все. Была другая точка зрения. Министерство экономики Российской Федерации, Министерство торговли Российской Федерации. И ряд других министерств. Вот победила точка зрения не наша. Победила их точка зрения. В итоге мы получили 44-й. Сырой, недоработанный закон. И всегда говорили, винили 94-й, что каждый квартал вносит изменения. Вот 44-й точно такой же. Каждый квартал вносит изменения. То одно министерство вносит, то другое. Мы внесли несколько изменений, потому что его слишком быстро приняли. А что не устраивает ФАС в этом законе? Ну, ФАС много что не устраивало. То, что электронные торги, это все было хорошо. Но то, что у заказчиков была логика в том, чтобы заказчикам дать некоторую свободу при выполнении функций госзакупок. А этого не получилось. Если в 94-м больших прав было у участников торгов, чем у заказчиков, вот было желание у ФАС уравновесить. Вот две стороны. Чтобы права и обязанности были у тех и других примерно порваны. В данном случае это не совсем получилось. Конечно, те проблемы, которые были в 94-м, многие были решены. Но в то же время были ограничены многие права и заказчиков. Вот ФАС вносили несколько изменений весной 2014 года. И в июне это было принято, когда несколько развязали руки и полномочия заказчиков. Это было сделано. И другие вещи, которые делали бы этот закон работающим, реально работающим. Не все это прошло, но изменения готовятся и будут. И в данном случае буквально вчера на встрече с отсчетной палатой президент сказал, что его беспокоят продолжение нарушений законодательства о закупках. Но здесь он затронул только одну сферу госзакупок – начальную цену. За начальную цену сегодня отвечают несколько федеральных структур. Счетная палата и Росфинадзор. То есть вы решили стулья, кресла, столы купить в эту студию. Вы проводите торги. Раньше цену начальную не нужно было обосновать по 94-м закону. То есть вы решили, там где-то посмотрели, в интернете и так далее. Вот по 44-му вы обязательно должны обоснование цены сделать. То есть вы должны доказать, что вот этот стол вам нужен по 3 тысячи, а не по 5. Или наоборот. Вы понимаете? И вы берете коммерческие предложения, допустим, от производителей. Или от оптовых поставщиков. От 3-х или 4-х. И берете какую-то среднюю составляющую. То есть была заложена некая, скажем, научная или полунаучная база под обоснование этой начальной цены. И это правильно совершенно. Но это как раз было сделано для того, чтобы столы, которые на рынке стоят 10 тысяч, не покупали по 30. Эти были факты. И вот 44-й должен был все это изменить. На бумаге получилось красиво, а на факте вот президент сказал в счетной палате, что происходит. Почему начальная цена на многие торги, особенно в оборонном комплексе, в оборонном заказе, большая. Намного выше реально существующих цен. Вот счетная палата и Росфинадзор с этим будут, видимо, разбираться. У ФАСТа и у антимонопольной службы другая сфера. Мы отвечаем не за все закупки совершенно. Мы отвечаем за процедуру. То есть вот от объявлений торгов и до окончания. Вот это 30 дней, где-то 20 дней. Вот мы здесь смотрим. Нет ли нарушения закона о защите конкуренции? Правильно ли составлена документация? Не ущемили ли участников торгов? Правильно ли сняли с торгов кого-то? И знаете, я могу сказать, что, конечно, очень много нарушений. В первую очередь, вот по нашему и по нашей области, это нарушения стороны муниципальных органов власти. Вот у них нарушений получается в три раза больше, чем у федералов. И какая причина этих? Сейчас, секундочку. И в два раза больше, чем у областных заказчиков. Ну, причин несколько. Первая объективная, вторая субъективная. Объективная причина в том, я думаю, что люди, которые занимаются, готовят документы, принимают решения, часто меняются в муниципалитетах. То есть нет практики работы. Если нет практики работы долговременной, понятно, что есть нарушения. То есть это ошибки такого и технического характера, и просто характера того, что не знание закона абсолютно. Несмотря на то, что мы вот с Ульяновским университетом обучили до 2014 год, курс повышения квалификации прошло около 900 человек. То есть даже курсы есть. Да, да, да. То есть Ульяновский университет с привлечением, значит, специалистов наших, мы участвовали в чтении лекций, даже зачеты совместно с преподавателями Ульяновского университета принимали. Вот, вставляли вопросы. Конечно, и то, несмотря на это обучение, где вскрывали самые шаблонные нарушения, самые массовые нарушения, объяснялось все это. И тем не менее, вот такие нарушения есть. То есть это объективная сторона существует. А есть субъективная, конечно. Вы понимаете, что, мне кажется, что этот субъективный фактор в районах он больше, чем в городе. Конечно, наверное, в большей степени слушают глав районов, исполнители, заместителей, начальников своих. Почему? Потому что в районе тяжелее найти работу, условно говоря. Ну, вот представьте, где в районе найти работу, если вы экономист, начальник отдела в администрации. Куда он пойдет? Наверное, тяжело. В городе намного легче. Поэтому здесь такого давления, скажем, и волеизвеления начальников, то есть сама структура органов власти в областном центре, она более демократична. Она более демократична, чем, на мой взгляд, в районах. И это субъективный фактор. Когда начальник, не вдаваясь в законность тех или иных решений, говорит, вот мы считаем, вот так надо сделать и делайте. И они делают. А когда приходят жалобы, они попадают. И часто попадают и главы районов. Понимаете? Поэтому вот больше всего жалоб именно на муниципалитеты, больше всего нарушений по закупкам в районах на сегодня. — Вот вам не кажется, что вообще есть отдельный бизнес, который борется с законными процедурами, мешает как раз вот госзаказчикам участвовать в таких торгах? — Здесь три стороны. Три стороны этого процесса. Ну, во-первых, опять-таки, есть субъективные и объективные факторы в том, что заказчики желают видеть победителями какие-то знакомые организации. Объективность в чем? Есть сроки, есть качество. Да, о некоторых работах. Допустим, вот в прошлом году очень много было нарушений со стороны мэрии Ульяновска по ремонту капитальному и строительству детских садов в городе. Очень много. Комиссия отклоняла иногда из девяти участников восемь. Вот представьте, девять строительных организаций участвуют, восемь выкидывают с торгов. К нам приходят жалобы, мы разбираемся. Ну, некоторые законы выкидывали, допустим, убирали четыре-пять, а допустим, три-четыре организации совершенно незаконны. Мы очень много штрафных санкций ввели, мы выдали предписания, поворачивали в обратную сторону эти процессы, то есть заставляли по-новому проводить аукцион или оценку вот этих заявлений, да? То есть восстанавливали, скажем, законную справедливость. Но у меня всегда возникает вопрос, а почему остается один? Вот эти факты все мы направляли, направляем и будем направлять в правоохранительные органы. И в следственные комитеты, и в прокуратуру, и в УВД. Некоторые материалы ФСБ направляли. И будем это делать. Потому что, конечно, там есть субъективные моменты. Я говорю не про мэрию даже, я говорю про все наши органы власти. Есть и другой момент. Есть абсолютные сговоры, мы два раза их доказывали два года назад, на рынке строительных услуг. Когда, по-видимому, это признаки, фактов нет абсолютно пока, но, по-видимому, когда вывешивается документация, допустим, 50-70 миллионов, крупные игроки где-то собирают, созваниваются, что-то решают. Потому что не все участвуют. Выходит один-два крупных игрока и выигрывают этот лот, эти торги. А потом в неофициальных беседах нашим сотрудникам говорят, ну вот попросили они выиграть. Потому что у них, допустим, объектов нет в этом году. Люди могут оказаться без зарплаты, мы идем навстречу. Ну, вроде цель благовидная, вроде, да, но... Нарушение закона. Это и нарушение закона. Вот. И это, конечно, влияет в целом на здоровую конкуренцию. Потому что в этих условиях нет снижения цены контракта. То есть нет экономии бюджетных средств. А сегодня по стране в целом и в Ульянском регионе. Ведь для чего аукционы важны еще? Кроме ряда причин, кроме абстрактных фраз, что нужно развивать конкуренцию, там, справедливую, здоровую конкуренцию, пусть больше фирм участвует в торгах. Один из способов, одна из задач любого аукциона и вообще любых торгов, это сэкономить денежные средства. И всегда это было и будет. Вот, допустим, в Ульянском регионе ежегодно за счет торгов 700-800 миллионов экономится. То есть, когда приходит один на торги за этот стол, вот он стоит 3 тысячи, он говорит, я вам поставлю за 3 тысячи. Но когда появляется 5 человек, они начинают торговаться. И кто-то говорит, а я поставлю за 2 300 или за 2 500. Вы понимаете, что происходит? И у бюджета остается, остается часть бюджетных средств, которые они могут перенаправить или на другую продукцию, или на эту, добавить. То есть, покупая 10 компьютеров, может возникнуть экономия, и можно потом еще один купить, 11-й компьютер. Вот о чем речь. И, конечно, сговор на строительном рынке, на рынке строительных услуг, да и на других, конечно, это нарушение законодательства. Но его тяжело доказать. Вот на Западе, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, антимонопольные органы доказывают сговор по 3-4 года. Вы представляете? У нас нет таких возможностей. У нас все ограничено по сравнению с теми антимонопольными органами. У нас мы в течение месяца должны рассмотреть заявление и принять решение. В крайнем случае еще на месяц это двинуть. У них годами длится расследование, и они не принимают никаких решений. Вот годами. Если посмотреть дело по Норвегии, по другим, у них дело нарушения антимонопольного законодательства меньше, чем у Лианской области у нас. Я вам серьезно говорю. И еще один нюанс. Все антимонопольные органы в Западной Европе являются правоохранительными органами. Абсолютно. Как Следственный комитет, как ФСБ, как МВД. Со своими оперативно-розыскными задачами, со своими следствиями, с техническими средствами и так далее, и так далее. Я сегодня коллегам говорил. ФСБ всегда выступала против этого. Чтобы у нас антимонопольный орган стал правоохранителем. У нас и так очень много людей в правоохранительной сфере. Но вот кризис, сговор, продукты. Вот эта ситуация, когда рассматриваешь, ты начинаешь и думаешь, а если бы у нас было свое подразделение здесь, то мы наверняка, как только цены пошли вверх, мы давно бы уже слушали всех директоров магазинов крупных. Они действительно договариваются или не договариваются? Ведь сговор, как нам доказать, вот на Западе как доказывают? Телефончики послушали директоров трех компаний и собственников. Ага, они договорились встретиться. Встречаются в какой-то комнате. А там записи этого разговора. То есть прослушка. Конечно. Оперативная расходная деятельность. Послушали, записали. И потом в доказательстве этого действительно пошли цены вверх, допустим, у трех компаний. Не важно, шины производят, мороженое производят, не важно что. После этого их хоп за ручки и говорят, ребят, пошли в суд, уголовные дела. И плюс крупные штрафы. Там иногда антимонопольные органы накладывают огромные штрафы. Но мы тоже на нефтяные накладывали 4 года назад. Там 16 миллиардов наложили. Но тогда вот люди боялись, действительно. Но сейчас доказать, чтобы доказать сговоры, нужны документы, нужны протоколы, договоры. Но никто же их не пишет. Даже если будет сговоры и встретится где-то в бане или в пивной, переговорят три руководителя каких-то сетей торговых, да? Это же нужно только оперативное расходение мероприятий. Или кто-то один из них должен сдать. Прийти и сказать, вот мы тут сели, поговорили. Ну кто сдаст это все? Не верю я в это. Вот поэтому иногда хочется сказать, да, мы, может, и не правы были. Может быть, когда премьер-министр Фродков был и предлагал сделать это. Может быть, и надо было делать. Но тогда, в 2004 году, только создана была федеральная антимонопольная служба. Только набирался коллектив. Потому что из министерства выросла служба, да, вот это. Другое законодательство. Надо было привыкнуть, обработать, пройти практику, коллективы сформировать. Все это было сделано. Ну и действительно, у нас большие по численности правоохранительные органы. Просто единственное, у них другие задачи у каждого. Она нарезана, скажем так. Понятно, что в первую очередь МВД чем будет заниматься? Уголовными делами. Да? Конечно. И потом частично экономическими. Поэтому... Ну, с одной стороны, вы и за... И нагрузка у них не меньше, чем у нас, а даже больше. Ведь ночами работают люди. Да, да. Поэтому вот трудно сказать, что как. Нет, но с одной стороны, вы и за, чтобы вы были правоохранительным органом, да? А с другой как-то опасаетесь. Вот лично я... Нет, 10 лет назад я участвовал в этой группе, которая доказывала правительство Российской Федерации, письменная группа, вернее, группа рабочая была, которая создавала доказательства, почему нельзя делать это в России. Вот лично я сейчас, я за то, чтобы это сделать. Я за то, чтобы это сделать. Тогда легче было доказывать и нарушение стороны монополистов некоторых вещей. Потому что, зная о проверке за полгода, любой монополист подчистит любые договоры, любые акты, любые технические условия. Я вам серьезно говорю. Я не буду называть организаций, но мы это видели. Когда двухгодичные договоры смотрели, да? Они чистенькие, вот-вот-вот, из-под ксерокса. Они пахли просто ксероксом. Как говорится, без комментариев иногда. Первые нарушения этого года какие были? В чем? А вот самые первые. После Нового года вы пришли и что? Посмотрите, мы же контролируем 3-4 сферы. Вот, допустим, антимонопольное законодательство, законодательство о закупках и законодательство о рекламе. Я знаю, что были выигрыши по рекламе у нас уже, вот в судах были. А нарушения, заявлений очень много. Вот. И нарушения были и по рекламе были, и были по закупкам уже выявлены нарушения у некоторых заказчиков. Вот. И в этой сфере я вообще бы телезрителям и читателям, кто интересуется, во всяком случае, и профессионалам рекомендовал просто смотреть наш сайт. Сайт довольно живой, ежедневно идет новостная линия по 3-4 события. Кроме этого, есть то, чего нет у других правоохранительных органов и у федеральных органов. На нашем сайте есть решение, как у судов. Вы не найдете других органов федеральных решений, документов. На нашем сайте есть. Вы увидите документы и решения по делам, и решения по закупкам, определение возбуждения дел. Вы увидите КАПы, то есть административные даже дела, за что, в отношении чего и как. То есть в этом отношении деятельность, и не зря 3 года назад деятельность федеральной темнопольной службы в России признавала самой открытой из всех федеральных структур. Но здесь разные могут быть точки зрения. Ведь, вы понимаете, вот эта открытия достигается вновь труд с затратами сотрудников. И поэтому, если бы было много сотрудников, тогда, наверное, я повторяю, 30 человек на всю область. 30? Это очень. Не сотни, не тысячи. Поэтому, когда возникает обиды, когда иногда средства массовой информации, а куда ФАС смотрит? ФАС смотрит и выполняет свои задачи. Я считаю, что совершенно не хуже, чем другие федеральные органы власти Ульяновской области. А что нового появилось в антимонопольном законодательстве в конце прошлого года и в этом году уже? Были долгие споры в российском руководстве, в российском правительстве. Кому передавать функции оборонзаказа? А 8 сентября президент распустил оборонзаказ в Федеральную службу по оборонзаказу. И вот три месяца решалось, кому передавать функции. Не все наши сотрудники были готовы к такому повороту событий по многим причинам. Я уже говорил в начале передачи, что у нас за один год только количество жалоб и заявлений увеличилось в два раза. Несмотря на то, что у нас численность не менялась уже 8 лет. У нас не менялась заработная плата. Она самая низкая из всех федеральных структур практически. Об этом надо говорить. И люди должны это знать, я считаю. И вот новая нагрузка. 29 декабря, по-моему, подписал председатель правительства Российской Федерации, что полномочия Федеральной службы по оборонзаказу переходит в нашей службе. В Федеральной антимонопольной службе. Проблем будет очень много. С учетом, как и контроля, вы помните, в послании президент сказал о том, что все нарушения в оборонном заказе надо рассматривать как нарушения в области террора. То есть он справил, по сути дела, нарушителей оборонного заказа с террористами. И это очень серьезно. Значит, это вся ответственность, скажем, или спрос Федеральной антимонопольной службы, со счетной палаты, потому что они тоже там будут участвовать в контроле. Росфинансовый будет очень жесткий и большой. Очень большой. И здесь нужна, конечно, база. Так как это новое законодательство, с ним сотрудники наши не знакомы. Нужно изучать раз. Во-вторых, а кто будет претворять в жизни те же самые люди? Они физически это не смогут сделать. То есть вот сколько людей передадут или добавят, это тоже вопрос. То есть вполне возможно, вы расширитесь, наверное. Нет, то, что расширимся, это абсолютно точно. Вот весь вопрос, насколько и как это произойдет, и когда это произойдет. Ведь страшно в другом. С 1 января это все действует. Уже работает. Уже все работает. А людей нет. Там же еще и нужны технические специалисты по этим функциям. У нас работают только юристы и экономисты сегодня. Кроме этого, нужна еще и степень допуска гостайней и так далее. Очень много вопросов. Но будем стараться решать их по-любому. Это вот один основной такой закон, да? Есть еще какие-то изменения? Нет, ну планируется, что в 2015 году, возможно, передадут функции федеральной службы по тарифам. Потому что у населения страны огромные вопросы, и у руководства страны огромные вопросы, большие вопросы к деятельности этой федеральной службы по тарифам. Но у нас на территории подразделений федеральной службы по тарифам нет. И тарифы, как вы знаете, устанавливаются уполномоченным органом правительства Ульяновской области, то есть Министерством экономики, там департамент здесь по ценам и тарифам. Вот, ну, если нам передадут эти функции, конечно, это будет дополнительная нагрузка. Но в то же время, может быть, это и правильно. Потому что в той же Западной Европе это связано, и это в едином органе. То есть отдельных служб по тарифам там нет. То есть, возможно, вот пойдут по пути опыта и практики Западной Европы. Посмотрим. Геннадий Степанович, у вас работа такая сложная, нагрузка увеличивается вот с каждым годом. Как вам все-таки удается смотреть с оптимизмом в будущее? Ну, не знаю, я вспомню, знаете, старая-старая славянская пословица, это касается не только меня, но это и вас, и, наверное, все население страны. Вот, в одном мультфильме было, это пословица славянская, значит, живя для жизни, Росич всегда думает о дальнейшей жизни и свободе. Вот понимаете я почему? Перефразирую, все-таки без оптимизма просто, ну, не можем, наверное, несмотря на все трудности, которые есть. Спасибо большое, спасибо, что пришли, желаю вам успехов. Вам спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания.